Осветить. Мы их коснемся, если будет время, я постараюсь. Но начать с очень интересной глобальной темы, потому что, ну, если говорить о том, какие проблемы и какие беды со здоровьем в глобальном аспекте, в глобальном, мировом и в нашей стране, самые сейчас проблемные и актуальные, это, конечно, онкология. То есть, это темп развития примерно полтора-два раза в год увеличение. Вот. И это большая беда. И в этой теме стоит разобраться, потому что суждений мне немного, причины, следствия, как лечить что, почему и так далее. И вот мне один человек написал письмо с некоторыми ссылками и говорит, вот посмотрите исследование некого такого ученого, ну, это очень известный ученый, Отто Варбург. И я посмотрел те ссылки, что он мне прислал. Материал был очень интересным, потому что там речь идет не только о нем, а я о нем сейчас расскажу, и о его знакомых ученых в разных областях. То есть, это врачи, врачи разных специальностей. Ну, и, собственно говоря, Отто Варбург был, собственно, лауреатом Нобелевской премии и получил свою премию точно не зря. В ходе этой беседы мы обязательно коснемся многих известных, ну, как минимум 4-5 личностей мы затронем, которые всему миру, ну, либо в узких кругах, или кто об этом задумывается, об этой теме, кто в теме, известны. Такие, как там доктор Ревич, ну, забегать вперед не буду. Я надеюсь, что это будет интересно, и я хочу провести беседу в таком аспекте. Я буду зачитывать. Почему именно зачитывать? Потому что определенные цитаты или комментарии тех или иных ученых для того, чтобы... Да, с одной стороны, я мог бы это сказать, как всегда, делаю своими словами, это было бы тоже интересно, но... Я бы тогда обязательно упустил некоторые тонкие моменты, которые по ходу чтения я хочу сразу прокомментировать. Потому что будут это ответы как раз, будут ответы сразу на очень-очень многие вопросы. Вот. И коснемся поэтому десятков тем, как всегда. Вот. Так. Значит, что еще, чтобы не упустить такое еще предисторие, предисловие, вернее. Давайте вот как сделаем. Я, перед тем, как перейти к основной теме, зачту одно письмо. То первое, о чем я говорил, я не нашел ни в своих письмах, ни, к сожалению, в ссылках. Я закладываю их обычно в избранные там, но не нашел. Но я прочту другое, что и послужит толчком к началу темы. Так, здравствуйте. У меня к вам очень парадоксальный вопрос. Не знаю, кому верить уже. Во всех источниках повсюду написано, что мясо закисляет организм. Я долгое время считал это аксиомой. Но вера пошатнулась. Я нашел уже четыре веских фактора того, что мясо защелачивает, а не окисляет организм. Объясните, пожалуйста, как это происходит. Так ли это или нет? Итак, первый пункт он пишет. Друзьяк Николай Григорьевич, автор книги «Как продлить быстротечную жизнь», доказывает на многих фактах, что мясо защелачивает. Если сказать кратко, то химия заключается в том, чтобы вывести аммиак из организма, который при расщеплении животных белков высвобождается в огромном количестве. Нужны ионы водорода. Аммиак, путешествуя по крови, собирает все ионы водорода и тем самым, кажется, превращается в кислоту. Вот хорошо, что кажется. Но так как ионный показатель падает, а это кислотность, то щелочь повышается. Второе. Из его же книги только при закислении крови кислород начинает лучше отдавать клеткам, а при ощелачивании крови увеличивается сродство с гемоглобином, что затрудняет его усвоение. Ну, это вообще очень непонятно так написано, без логики, но ладно. Недавно нашел опыт одного человека, который на аналитной воде, мертвый, продолжая потреблять пищу, смог вызвать такой же эффект, который он достигал только на 40-дневном голодании. И четвертое. Еще не дает спокойства жить тот факт, что живая вода, которую все так советуют употреблять, сосуд, в котором она находится, покрывается известью, который так просто не очистишь. И вот про кислотность, щелочность, кальций, онкологию и все, поскольку это все очень сильно вместе связано, мы как раз сейчас поговорим, начав беседу с Отто Варбургом, этого известного великого ученого. Но последний пункт я отвечу сейчас. Потому что, еще раз, если вода, как пишет Александр, покрывается известью, неважно после каких операций с этой водой, вообще неважно, вот если это происходит, значит, ничему удивляться не нужно, просто в воде было большое содержание карбонатов, кальция. И, естественно, при кипячении, как я уже говорил много раз, либо при любой, ну, других реакциях, необязательно кипячении. И даже просто, если вода долго будет стоять, она и неважно, ну, если бы, понимаете, какая штука, если бы эта вода была дистиллированная, то что бы с этой водой ни делали, кальций бы никогда на стенках известью не покрывался. Так что тут дело в другом. А кальций неорганический, и, соответственно, с ним очень легко произвести определенные изменения, когда он просто либо выпадет в осадок, либо отложится на той стенке сосуда, на которую он физически может отложиться. Итак, вопрос его глобальный. И вот не пойму, закислять или защелачивать все же нужно кровь. А мы коснемся как раз очень многих сегодня ученых, мнения их по этому поводу порой противоречиво. И, кстати, поймем почему. Попытаемся, по крайней мере, понять, почему, независимо от того, что методы у разных ученых, известных ученых, разные, почему же все-таки добиваются результатов и те, и другие. Вот вопрос, каких результатов, в каком процентном отношении от общего количества больных, поступивших к ним и так далее. Но мы постараемся понять, чтобы вопросы эти снять. Это очень важная тема, мне кажется. Очень. Ну, давайте начнем. Итак, я буду зачитывать и комментировать. А по ходу того, что я буду говорить, если возникнут такие вопросы, которые я либо упустил, либо по ходу моего объяснения вы посчитаете нужным, что я должен что-то прокомментировать дополнительно, вы, пожалуйста, не сейчас, а пишите себе на бумажке и потом их напишите уже в конце, описав так, что это относится к такому-то, к тому-то, к такому-то ученому, или о чем я говорил. Итак, начнем. Отто Варбург – это химик. У него Нобелевская премия за результаты исследований связи кислорода и рака. Кстати, когда была сейчас лекция, вернее, семинар, практическое занятие Марова Горшакова-Наганян у меня в хозяйстве, в эко-поселении, я спросил, ну, знаете, ну, а как же не знать? Это великий человек, который внес большой вклад в понимание процессов тканевого дыхания. Вот, и мы с ней говорили о нем достаточно долго, интересные моменты я изложил, которые она, ну, значит, не знала по этому поводу, просто не изучая эту тему глубоко уже сейчас, а я перед этим как раз изучил. И вот о чем был разговор. Он обнаружил, то есть Варбург, что ни один болезнетворный вирус, бактерии или грибки не могут жить в присутствии кислорода. Прошу это запомнить. Что это значит? А то, что все эти болезнетворные вирусы, грибки и бактерии появляются в тех местах организма, которые плохо снабжаются кислородом. Он же связал это явление с паш-жидкостью в организме человека. Чаще всего мы просто годами страдаем от перманентной нехватки кислорода. И, кстати, исследования показывают, что, правда, я не нашел чьи, но это очень интересная мысль. Я сейчас прокомментирую. Что 150 лет назад содержание кислорода в атмосфере составляло 26% от общего количества газов, потому что есть же и углекислый газ, и азот, другие газы, водород в атмосфере. А кислорода было 26%. Сейчас 21%. А в больших городах концентрация кислорода снижается аж до 20,3%. Печально, но нам катастрофически не хватает энергии жизни, энергии кислорода. Маленькую паузу и объясню. Значит, и знаете, действительно, некоторые пишут на форумах, а кто это вот доказал, почему? На самом деле измерения проводились, действительно, в городах, и что логично, содержание кислорода ниже, а в целом, почему на 150 лет, в 150 лет назад на Земле было выше содержание кислорода, это вполне логично. Потому что можно посчитать, какое количество лесов, особенно, что такое легкие планеты. А легкие планеты – это леса Канады и Сибири, то есть, это хвойники. Потому как широколиственные леса практически не дают кислорода, они выделяют много. Но все вот эти тропические леса экваториальных областей и субтропиков, они вообще нулевой баланс имеют, потому что они потребляют кислорода примерно столько же, сколько выделяют, потому что на окислительные процессы распада органики при влажном климате тратится очень много кислорода, дыхательные процессы микроорганизмов. Понимаете, в чем дело? Это еще мы изучали давным-давно, когда я изучал такой биологический отдельный предмет, как экология, о котором я говорил, что это фундаментальная биологическая наука, обособленная. Она связана с общей биологией, но это немножко отдельное направление. Так вот, хвойники повырубали огромное количество за последние 150 лет. Достаточно почитать, не помню, как звали одного француза, но в 19 веке при Николае I царствовании в России, это 840-е годы, он путешествуя по России, он очень долго путешествовал, писал уже тогда, что, как говорят ему мужики, уже реки стали мелеть. Это в то-то время. Мелеть. А почему? А потому что в первую очередь, где вырубали, где легче. То есть, около русла рек, ручьев. Ну, это и является основной причиной высыхания, уменьшения, значит, полноводности рек. Так вот, какое количество уже тогда лесов было вырублено сейчас? А когда добавились фабрики мануфактуры, давно уже там, с 16 века, но, грубо говоря, промышленный темп, когда это 19 век? Ну, конец 19 и весь 20 век. Вот весь 20 век это была... сжигали кислород очень активно. То есть, в сотни раз больше, чем в 19 веке, да? Даже в тысячи. И вот сейчас это продолжается. А лесов все меньше и меньше хвойников. Как у нас вырубают леса там на Дальнем Востоке, Забайкалье, это просто не передать словами. Про эти были передачи, и очень серьезные, когда в Китай вывозят там эшелонами. Ну, в общем, понятно. Поэтому действительно это логично. Дальше. В научной деятельности Варбурга после Первой мировой войны можно выделить три главных направления исследования. Фотосинтез, рак и химическую природу ферментов, ответственных за биологическое окисление и биологическую трансформацию энергии. Ну, то есть, это просто те темы, которые очень серьезно связаны между собой. Потому что если те люди, которые изучают, например, ну, скажем, только биологическую деятельность клетки, скажем, животных, но не изучают процесс фотосинтеза в растениях, ну, скажем, глубоко не изучают, они не поймут очень важные взаимосвязи, многих взаимосвязей. Он же понимал, потому что эти темы неразрывны. Я говорю, чем больше человек знает, изучает в различных областях знания, биологии, микробиологии, то тогда картина мира становится для него яснее и понятнее. И вот все эти три области биохимии и биологии вообще Варбург внес во все эти области неоценимый вклад, значительно продвинув методологию, сделав фундаментальное открытие. Итак, долгие годы теории дважды лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга вызывала споры в научном мире. Несколько позднее исследователи обнаружили, что злокачественные изменения внутри клеток и неконтролируемый рост клеток вызывают генетические мутации. Поэтому большинство ученых стало склоняться к тому, что открытие Варбурга демонстрирует лишь побочный эффект, а не причину рака. Забегу вперед, скажу, что в том или в другом случае принципиального значения того, что он открыл и те процессы, на которые он указал, для понимания истины не имеют. Поймете почему. И вот совсем недавно исследователи Бостонского колледжа и медицинской школы при Вашингтонском университете США получили новые доказательства в поддержку теории о происхождении рака, выдвинутой Варбургом. В 1931 году теория, согласно которой рак, возникает в результате нарушения энергетического метаболизма, принесла ученому Нобелевскую премию. Итак, я некоторые вещи буду пропускать сейчас. В 1934 году еще Варбург выяснил, что здоровые клетки генерируют энергию благодаря окислительному распаду органических кислот в митохондриях. Митохондрии – это такие органеллы в каждой клеточке организма, в которых, ну, в мышцах их больше, например, мышечной ткани. То есть, эти органеллы, в них мембраны, на которых находится огромное количество АТФ, 1-зинтрифосфорной кислоты, где и происходит окисление глюкозы с освобождением энергии большого количества, да? Пояснил. А опухолевые и раковые клетки, напротив, получают энергию через неокисленный распад глюкозы. Так. Эх, жалко, я сносочку одну интересную здесь не сделал. Я найду. Именно вот к этому. Очень важный момент. Запомните это, что онкология, то есть, раковые клетки, напротив, получают энергию через неокисленный распад глюкозы. То есть, это значит, что путь анаэробный, бескислородный. Это очень интересный факт. Вот это тоже запомните. Переход на бескислородный способ энергетики, согласно Варбургу, приводит к автономному, бесконтрольному существованию клетки. Она начинает вести себя как самостоятельный организм, стремящийся к воспроизведению. На основании этого открытия ученый предположил, что рак можно рассматривать как митохондриальное заболевание. Это заболевание процессов нарушения в митохондриях идущие. Так, и здесь я все-таки приведу пример. Подождите секундочку, я открою ссылку, где мне в свое время написал человек, я не буду его, разумеется, из-за этики называть, больным онкологией, одной из видов онкологии, как раз потому, что я ему советовал и некоторые вещи говорил. Это будет очень кстати и интересно. Итак, пишет человек по поводу моей онкопроблемы. У моих троих лечащих докторов возникли разногласия. Химиотерапевт не увидел у меня аномалии. Будем, говорит он, будем наблюдать, есть ли рост лимфоузлов. Через месяц комплексный томограф и УЗИ. Цирк. Поеду-ка я в Питер на позитронно-эмиссионную томографию. Там точно найдут заразу, если она есть. Эта штука находит микроопухоли объемом размером с 1 кубический миллиметр. Вы правы, он мне пишет, насчет того, я ему до этого говорил, что, это было давно-давно, что раковые клетки сладкоежки ПЭТ делают с вводом в кровь глюкозы, которая быстро накапливается в раковых клетках и ее-то как раз и видит сканер ПЭТ с вводом препарата холина, ну, красителя определенного, чтобы было ясно, где скопление. Так, намного лучше видит сразу, туда и нужно пробиваться. Добавлю в рацион спирулины, кстати, у профессора Борисова, а замечу еще, да, что профессор Борисов это тот самый ученый, которого ролик вот я выложил с Тарасовым в свой блог, вы можете посмотреть, лечение рака на 100%, там так написано, только я хочу поправку сделать, что значит лечение. Да, внешняя и реальная опухоль, действительно, у него почти, ну, очень высокий процент успешных воздействий на раковую опухоль, а заключается вкратце в том, что обкалывает он определенным препаратом с хлорофилом, а потом облучает спектром поглощения, максимального поглощения хлорофила светом, и клетки, особенно с кожными легко сделать, разумеется, онкологическими проблемами, и что происходит? Максим, значит, клетки начинают максимально хлорофил, естественно, синтезировать кислород, активный кислород, да, он является как анти, как вернее, оксидантом, окислителем, как свободным радикалом, но он и разрушает вот эти раковые клетки, просто они, просто взрывает, разрушает. Так вот, метод поэтому очень эффективный, его, это доктор Борисов как раз, и я советовал этому человеку обратиться к нему. Он дальше пишет, кстати, у профессора Борисова препарат хлорин Е6 как раз из спирулины делается, в ней, а это водоросль такая, да, в ней, в ней это очень много хлорофила, так как спирулина хоть и с трудом переносит экскуляцию леофильной сушки и таблетирования, то с целью оживления сутки выдерживают ее ну специальным такой газированной минералке на свету, ну и другие методы. Он пишет, это сейчас мы упустим. И вот, итак, это что касается, к чему я это говорю, а ведь видите, почти, сколько, 90 лет назад Варбург говорил о том, что про раковые клетки потребляют чистую глюкозу, а не сладкоежки, про что я говорил вот этому человеку. Переход на бескислородный способ энергетики согласно Варбургу приводит к автономному существованию. А теперь я сделаю ответвление небольшое и расскажу про одну интересную теорию. Это очень известная в своих кругах женщина, она высказала впервые теорию о том, что раковые клетки на самом деле перерожденные мутировавшие трихомонады. И кто-то об этом наверняка слышал. И вот я коснусь немножко, ведь все это очень стоит анализировать и связать вместе, только тогда будет полная картина. Это очень важная вещь, про которую я сейчас говорю. И дай бог, чтобы ни у кого этого не было, и я надеюсь, что ни у кого, кто смотрит, слушает, нет такой страшной заболеваний. Но скажу, сбегай вперед, что все поправимо, но надо понимать, чтобы, как сказать, вот как пишет мне, с чего я начал, с письма человек, чтобы не запутаться, чтобы никто запутать не смог, давайте это все разберем. Это все так связано и интересно, да? Итак, пишет вот эта женщина, сейчас я скажу, кто это такая. Да. Когда-то давно пишет один человек, говоря про, в дальнейшем, про ее исследование. Я просматривал старые дореволюционные газеты, ведь все это давно было известно. В общем, смотрите, в них можно найти много интересного. Какие-то забытые рецепты, необычные советы или теории. Ну, то есть, с чего начиналось все, и как потом это видоизменялось. Это правда очень интересно. И вот однажды я наткнулся на такую заметку под заглавием из лечения рака. Она опубликовалась в московской газете «Утро России», номер 85, за 2014 год. В ней сообщалось, что французский доктор Гастон Одена установил, что возбудителем рака является особого рода амеба, то есть, простейший такой организм, да, которая по своему виду очень похожа на амебу болотной лихорадки. Питается она красными клетками крови, то есть, эритроцитами, и свободно передвигается по кровеносным сосудам. Под влиянием раздражителей, появляющихся на слизистых, амеба проникает в ткани, в результате чего возникают раковые опухоли. Для лечения рака он предлагал впрыскивание специальной суспензии, находящейся во взвешенном виде в растительном масле. Кстати, тоже очень интересно, помните, что говорил Будилов насчет масла, да, что масло необходимо именно клеткам, межклеточному пространству, чтобы правильно происходили процессы. Логика определенная есть, но надо разобраться в чем. Уже видите, сколько пересечений с разными людьми интересными. Так, под влиянием раздражителей, для лечения рака он предлагал впрыскивание специальной суспензии. Так, по сообщению газеты, после 8-6 дней у больных наступало существенное улучшение, опухоль уменьшалась. Для полного излечения, по словам доктора, требовалось до 32 дней. Утверждалось, что 72 больных были вылечены, причем рецидивов не наблюдалось. Хорошо, это можно взять на заметку. Итак, заметка показалась мне интересной, и я поместил ее в свой архив. Идея о том, что причиной рака может быть простейший организм, даже не бактерия. Да, показалась мне тогда забавной. Ведь, если посмотреть на современные данные, перечень факторов, которые вызывают рак, это выглядит так. Кстати, по мнению, это вот ссылки, что были все, по мнению английских, ну, онкоэпидерматологов, дола и пита. Значит, и так, 30-35 процентов, это неправильное питание, очень, то есть, на первом месте. Это очень верно и прям вот очень интересно. А что же такое неправильное питание, мы в дальнейшем посмотрим. 30-32 процента курения, что само собой понятно. 10 процентов вирусы, вполне возможно. 7, ну, они пишут сексуальные факторы, очевидно, какие-то аномальные, да, с последствиями, может быть, даже теми же и вирусными. Значит, производственные канцерогены, что понятно, алкоголь, загрязнение окружающей среды, всего лишь 2 процента. И я отчасти с этим соглашусь, но смотря, что мы под загрязнением среды, если тот, кто живет, безусловно, на каком-нибудь варшавском шоссе в Москве, где дом выходит на, так сказать, окна, да, на само варшавское шоссе, ну, это не 2 будет, а там 80 процентов. Но он пишет в целом. И дальше уже до мизера. Наследственность 1 процент и так далее. Все так. Существуют и другие рейтинги факторов возникновения опухоль, но ни в одном из них, вот что самое интересное, мне не встречались сведения о простейших организмах. Пока несколько лет назад я не столкнулся с книгами Тамары Яковлевны Свящевой. Для нее рак был не просто объектом исследования. Многие близкие люди этой женщины погибли от злокачественных опухолей, и она поставила себе задачу разобраться о причинах возникновения рака. Маленькое отступление, что у меня есть один знакомый, такой фамилию Сверяев, он не обидится, давно с ним, правда, не общались очень. Интересно, как он продвинулся в этом вопросе изучения. Так вот, у него отец, а я как-то об этом упомянул, он сам окончил две кафедры, ну, там, жирных кислот МГУ, то есть очень умный, разумный человек, очень знающий. И вот он давно исследовал, он мне впервые подарил, там, это было, я не знаю, больше 10 лет назад, книгу доктора Ревича, очень интересную, «Человек, который лечит рак», называется книга. Тогда я стал более глубоко вопрос изучать, а у него тоже подвигло на такое титаническое изучение этой проблемы, а он каждый день чуть не по 6 часов сидел, и все новые сведения, данные изо всех стран собирал. У него друзья, которые тоже окончили, однокурсники, да, эту кафедру жирных кислот МГУ, это выдающиеся ученые во всем мире, в книге, в институте старения США, в австралийских институтах, ну, то есть, и он постоянно получал новейшие данные, которых, в общем, был не найти нигде, даже в интернете, вот, то есть, более первым. И вот он, у него отец умер от рака, он очень сам боялся этой болезни, да, и поэтому изучал просто титанические. Вот, очевидно, Свящева так же. Вот, смотрите. После долгих исследований, Тамара Яковлевна установила, что раковая клетка есть не что иное, как безжгутиковая форма трихомонады. Тоже простейший организм, как амеба. А опухоль – это колония трихомонад, перешедших на сидячий образ жизни. А образование рака связано с почкованием этих микроорганизмов, их незавершенным размножением, когда дочерние клетки не отделяются от материнских. Ну, а если отделяются, там это метастазы. Так, традиционно заболевание трихомонозом относится к венерологии, поскольку считается, что основной путь передачи – половой. Само заболевание успешно лечится с помощью специальных препаратов, к примеру, трихополом. Ну, кто не знает, что такое трихопол, аналог его более простой – это метронедозол, который, кстати, в отличие от дорогого трихопола, как правило, не подделывают, потому что экономического смысла нет. Это тоже самое, наш российский аналог, старый еще аналог. Ну, советский еще. Так, но никому в голову не приходила идея той, что трихомонады погибают не полностью, а устояв перед лекарствами и иммунитетом организма, переходят в другую безжгутиковую форму, становясь причиной рака. Питаются трихомонады клетками крови – эритроцитами и лейкоцитами. Кстати, лейкоциты – это иммунные клетки крови, эритроциты переносят кислород, питательные вещества участвуют в газообмене клеточным тканевым, выделяя обратно в больших количествах молочную кислоту. Запомните, еще сегодня будет не раз вспоминаться, та самая вот интересная пресловутая молочная кислота. Перекиси токсины. Это приводит к появлению кислородного голодания, нарушением иммунитета и кроветворной функции. Смотрите, у нее тоже речь идет про кислородное голодание, да? Так, когда агрессивность трихомонаду зарастает, они и образуют колонии, опухоли и метастазы, и иммунитет уже не в силах справиться с этой напастью. Таким образом, доброкачественная и злокачественная опухоль – это всего лишь трихомонад в разной степени агрессивности. В первом случае трихомонады делятся простым делением, и иммунитет еще более-менее способен с ними справиться. При подключении же механизма незавершенного, ускоренного размножения опухоль переходит в злокачественную форму, и отделяющиеся организмы образуют метастазы, о чем я как раз. В традиционной медицине принято уделять внимание только вагинальной трихомонаде, но Тамара Яковлевна считает, что ротовая кишечная форма не менее зловредна, чем вагинальная. Более того, их роль в возникновении рака весьма значительна. Вот уже несколько лет Тамара Яковлевна пытается обратить внимание официальной медицины на эту проблему. Она указывает, что паразитарная теория рака изобретена не ей, что еще в 19 веке, да, высказывались мысли о том, что причины рака инфекционные. Но, как она говорит сама, медицина придерживается традиционной клеточной точки зрения на природу возникновения рака, и отвергает ее гипотезу, даже не проводя никаких дополнительных исследований. И вот, кстати, вот насчет того, что не проводят дополнительные исследования по очень интересным фактам, еще не то, что новым, а которые еще сто лет назад были проверены какими-то учеными, довести их до идеала, проверить уже на современных аппаратуре, да, на современной, это необходимо, но это не делают. Хорошо. Еще о причинах так. И теперь мы вернемся к Котту Варбургу дальше. Так, теперь все-таки американские исследователи нашли новые доказательства поддержкой Отто Варбурга о происхождении рака, изучив метахондриальные липиды в опухолях различных частях мозга у мышей, и они обнаружили, что основные аномальные ткани тесно связаны, скажем так, по схожести деятельности, по выработке энергии в них. Ну, то есть, фактически они доказали продыхательные нарушения, как бы необратимые дыхательные нарушения, которые в клетках происходят. Открытие американских ученых может помочь созданию, ну, это ладно, ухо лекарств. По прогнозам, действительно, к 30-му году уже вдвое, это в целом в мире, надо учесть, что во многих странах, особенно развивающиеся, где не потребляют мясную пищу, там очень низкое процентное соотношение, поэтому в целом в два раза вырастет к 30-му году. Значит, число людей, у которых будут диагностированы раковые заболевания, так, уже будет 25 миллионов человек. Так, одна из самых распространенных форм раковых заболеваний – рак молочной железы. Наиболее высокие темпы роста смертности от рака груди в Западной Европе и США максимальные показатели в Великобритании. 27,7 смертей на 100 тысяч населения. Это очень много. А, кстати, вопрос – почему? Вот может кто-нибудь ответить? Я на пресс сходу могу ответить, почему. И заметьте, как интересно, что этот специфический рак молочной железы, где больше всего темпа, это же вот статистика есть мировая, она очень простая. Просто проанализировать это, если бы все умели, то все бы сразу понимали причину. А это очень просто. Ну, об этом, собственно, и Марова Гошакова-Наганян говорила. А те самые пресловутые гнойные токсины, результат потребления самых страшных антигенов, то есть белков животного происхождения, значит, в результате потребления белков животного происхождения, которые являются для организма человека антигенами, то есть чужеродными агентами, которые наша иммунная система просто обязана уничтожить, Так вот, попадая в организм, а всегда часть белков цельными, непереваренными попадут в кровь. Об этом вы можете почитать в моих статьях и выступлениях. Я про это подробно говорю, сейчас не буду средотачиваться, одно и то же говорить. Так вот, когда попал белок цельный в кровь, то в плазму крови, то тогда моментально иммунная система мобилизуется, вырабатывает большое количество лейкоцитов, других фагоцитов, происходит реакция антиген-антитела, поглощение путем фагоцитоза, белковые молекулы и погибание. Когда две молекулы антигена-антитела погибают, образуется трупный яд, который впоследствии скапливается в разных полостях, а всегда он не выводится в полной мере из организма, потому что никогда ни воды не хватит, ни возможности организма, когда человек каждый день вкидывает себя, или там раз в неделю, или раз даже в две недели мясо, рыбу и так далее. Так вот, и он будет накапливаться в разных полостях организма и в межклеточном пространстве. И вот, когда это всё лежит, этот гной там, то гнойные токсины постепенно начинают отравлять организм. Что происходит дальше? К чему я это говорю? Про рак молочный. А теперь смотрите, где одна из самых больших полостей нашего организма? Ну, понятно, что толстый кишечник, где на складках и тонкий кишечник. Рак кишечника очень распространён, и вообще желудочно-кишечного тракта, но в лёгких не меньше, а даже больше. Лёгкие – это большие два мешка. И вот нижние доли лёгких у обычного среднестатистического человека, кто питается, как по пословице «всё полезно, что в рот полезло», у него где-то одна треть лёгких забита фактически гноем. Но ведь рядом находятся лимфопротоки большие, которые с чем соединены? Прямо буквально несколько сантиметров с молочными железами. Организм, вы понимаете, это умная такая система, да? И он пытается любой ценой, любым путём, через любые каналы вывести гной, шлаки, токсины из организма. И как он это может вывести? С какими-то выделениями. А какие выделения у женщин идут через грудь? Это идут, соответственно, это молоко, когда мать кормит своего ребёнка грудного. Соответственно, значит, извините, я телефон выключил, чтобы никто не звонил уже городской. Мать кормит ребёнка, бедный ребёнок, спасает свою мать, выпивает с молоком гнойные токсины, сразу отиты, менингиты, сопли у детей, конъюнктивиты, всё, что только может быть, вплоть до лейкоза, да? А сейчас уже у грудных чуть ли не детей, нонсенс, лейкоз. Так вот, это всё результаты гнойных токсин, которые мать получила с продуктами питания в течение своей жизни, в течение беременности, когда доктора особенно в беременность советуют творог, молоко больше пить и так далее, есть мясо, печень, чтобы они ими не было железа. Вообще не понимая вообще в биохимии ничего, что они даже говорят. Железо, яблоко съест, там ещё больше будет железо. Но только в ённой форме, в активной, в живой, ну, а сварить мясо, какое там будет железо? Там никаких минералов в доступной форме не останется. Это уже мы белки не берём в счёт. Итак, это происходит. Вот та женщина, которая родила двух детей, у неё меньше шансов, что у неё будет рак молочной железы. Трёх? Очень мало. И более трёх детей почти никогда, можно эту статистику проанализировать, она есть, никогда не бывает, почти никогда рака молочной железы. Я не говорю про тех, кто пять, шесть и так далее детей рожал, да? Потому что каждый раз ребёнок высасывает то, что мать съела до того, что накоплено вот в нижних долях лёгких. И через лимфопротоки это поступает в молочную железу. А теперь смотрите, к чему я это всё говорю. Как тут написано? Что наиболее высокие темпы роста смертности от рака груди в Западной Европе и США. А где максимальные показатели? А как раз на родине феминизма, да? В Великобритании. Итак, к чему приучают последние сто лет женщин раскрепощения, равные права с мужчиной во всём, извратя это в такую степень, что, мол, докатилось до вот этого феминизма, отрицание детей, института брака. Ну зачем дети? Ну ладно, там даже если и в браке. Ну хорошо, одного родить. Нет, сначала карьера, сначала надо вот до 35 лет там зарабатывать деньги. Только на что? Ну видимо на лекарства и на дальнейшие операции и на похороны, очевидно. Ну может быть, конечно, на путешествие ещё успеть попутешествовать между гонкой и потреблением. Немножко так вот две недели в году что-то там темпом вальса, да? Значит, очень хорошие перспективы и, значит, в жизни. Ну, у современного человека и женщины в том числе, да, которые в этой гонке потребления крутятся. И вот она говорит, зачем детей? Всё, ну один. Вот, а в Англии этот показатель тоже самый как раз высокий, меньше всего детей. И вот в Западной Европе вовсе мало детей. Одного рожают с грехом пополам лет в 30-35. Оттуда именно в этих регионах самые высокие показатели рака молочной железы. И всё логично и предельно понятно. Ну, вот поэтому в таком духе я и хочу сегодняшнюю дискуссию, чтобы много-много различных причинно-следственных связей можно было продемонстрировать в ходе вот этой беседы. Далее. Ну и США, разумеется, понятно. Колыбель демократии, так сказать. Дермократии. Именно недостаток кислорода делает жидкости организма кислотными. Да, недостаток кислорода. Несмотря на то, что кислород – окислитель. И именно в кислой среде развиваются злокачественные клетки, да и не только. Почти все болезни имеют первоосновную эту причину. Сделать среду щелочной и с злокачественной опухолью можно бороться кардинальным образом. Вот что говорил Отто Варбург ещё 100 лет назад. Почти. Теперь. Каждый учёный, который занимается вопросами рака, знает, что рак не живёт в щелочной среде. Если вы возьмёте рак и опухоль и поместите её в щелочной раствор, то через 3 часа она будет мертва. Но, разумеется, имеется в виду щелочной раствор всё-таки с ПАЖ более жёсткой, чем среда навшего организма. Но это, как сказать, это не голая теория, это факт. Просто мы не можем, конечно, в организме создать такую среду сразу, чтобы она моментально убила раковые клетки. Но эта речь, я так понимаю, идёт даже про ПАЖ уже 8. Конечно, в организме это недопустимо, такое сильное щелачивание. Но об этом мы дальше поговорим. Так. Ещё в 1909 году, а это как раз больше 100 лет назад, да? В Пенсильванском университете. Это, кстати, написано в литературе по хирургии рака. Вот что интересно, да? Это же всё было известно. Вот слушайте. Ставили пиявки на раковую опухоль. И, кстати, насчёт Агулова сразу, вот видите, как мы касаемся, много интересных моментов. Я про него много раз говорил. Это клиника Агулова. У него вот эта древнеславянская методика массажей. Но они применяют ещё несколько видов терапии параллельно. Это как раз пиявки, это пчёлы, да, эпитерапии. Это, ну, определённые растительного происхождения препараты. И они ведут диагностику по нескольким системам сразу. По анализу крови, которую берут и в микроскопе световом, значит, смотрят с выводом на экран, как раз исследуют, сколько молочной кислоты, какие есть цисты или паразиты. И в том числе по биорезонансную технологию исследования тех или иных паразитов они тоже применяют параллельно. То есть, всё логично. И вот, знаете что, забегу вперёд, я потом процитирую кое-что, что в его книге написано в противовес некоторым глупостям, а он в этом прав. Но не во всём. Сразу скажу, вот не во всём. А слово в слово, фактически, его мнение в том числе подтверждается, что именно окисление рак, ощелачивание нету рака. Дальше. Итак, ставили пиявки на раковую опухоль. И в течение 20 минут опухоль уменьшалась в 4 раза. После этого хирурги вырезали опухоль. Представляете, как логично. Сначала ставили пиявок, опухоль уменьшалась. Избыточное давление, я уже сам скажу, уходило. Потому что меньше шансов, что опухоль лопнет при вырезании и будет по крови разнесены клетки раковые, которые также приживутся в другой части организма. Кстати, почему они приживаются? А потому что причина-то рака не устранена. Последствия удаляются. Пусть хорошим методом, правильным, но последствия. Изменив среду определённым образом, мы избежим образования клеток, потому что условия для них будут неподходящие. Итак, что делали дальше? Итак, ставили пиявки на раковую опухоль. В течение 20 минут опухоль уменьшалась в 4 раза. После этого хирурга вырезали опухоль и накладывали на рану тампон. Тампон с чем? С каустиком. То есть, ощелачивали операционное поле. Каустик – это имеет свою каустическую соду. Сода. Ну, это щелочь. Никто с этим спорить не будет. Так, кстати, про кальций тут уже некоторые спорят. Мне дали очень интересную ссылочку одну на сайт. Я вам тоже потом её дам. Очень интересные там дискуссии на эту тему как раз. И там говорят некоторые, два человека, что вот щелочь – это… То есть, кальций – это же щелочной металл. Какая же это щелочь? Ну, послушайте. Какой металл? Щелочной? Значит, возможно, кальций вокруг себя, коли он щелочной металл. Ощелачивает воду, посредством которой происходят все химические реакции. Так или нет? Ну, вот я не понимаю, как люди примитивно понимают что-то и цепляются за какие-то фразы, не понимая, не продумав всё в совокупности. То есть, всё. Ну, хорошо. Итак, самое главное, что… И через 20 минут зашивали разрез. Обрабатывали кустиком. То есть, ощелачивали операционное всё поле. Через 20 минут зашивали. И не было ни рецидивов, ни бетастазов. Так вот, это было больше 100 лет назад. Дальнейшее ещё интереснее. Продолжив исследование, вот Варбург сделал ещё одно важное открытие. Рак можно излечить с помощью кальция. Прямо третий момент, запоминайте. Такой, как аксиом, можно даже записать. Это Варбург сказал, что рак можно излечить с помощью кальция, который, как известно, является щелочью. Это как раз к вопросу о том, что некоторые щелочной металл. Ну и что? Ну и что? А эффект-то тот же. История кальция. Это открытие было настолько невероятным, что поначалу он просто не поверил в него. Но анализы на биохимию крови у неизлечимо больных людей, я говорю, они говорят о раке третьей, четвёртой стадии, показывали, что у всех налицо серьёзная нехватка кальция. Задумайтесь, ведь это факт. Это факт пока. Как его анализировать, думайте сами. А дальнейшие исследования не оставили сомнений и следа. Дальнейшие исследования. Стоит упомянуть о том, что сделать это открытие ему помог известный доктор, а в дальнейшем соратник по исследованиям доктор Карл Рич. Кстати, я порылся, о нём ничего не нашёл. Видимо, человек такой сильно засекреченный. Я только о нём ещё встречал ссылки от другого очень интересного учёного, о котором я обязательно тоже расскажу и приведу его цитаты. И судя по всему, он жив до сих пор. Но поскольку он уже в 40-х годах делал очень серьёзные открытия и работал с Отто Варбургом, можно представить, что под 100 лет-то ему точно есть. Дело в том, что большое количество пациентов Карла Рича страдало артритом. И вот слушайте внимательно. И доктор Рич старался назначать таким больным как можно больше препаратов кальция и витаминов, улучшающих его усвояемость. Именно кальция. Среди пациентов Карла Рича было несколько человек, так случайно оказалось, которые были больны раком в заключительной стадии, подчёркиваю. Все они имели недостаток кальция, поэтому доктор боролся именно с этой проблемой. Но поскольку у него была группа, где он подбирал и боролся одним методом. Но когда эти пациенты скончались, результаты вскрытия оказались ошеломляющими. Ни у одного из больных не было ни малейшего намёка на рак. Как только больные перестали иметь дефицит кальция в организме, рак каким-то чудесным образом исчез. Это означало, что рак обратим. И помог в этом чудодейственном... Этот чудодейственный кальций. Считается, что взрослый человек в среде должен употреблять примерно грамм кальция. Для беременных кормящих до 2 грамм в сутки. А в течение жизни потребность кальции может варьироваться. Но несомненно одно. Кальций нужен каждому и всегда. Его практически всем не хватает. Почему? Потому что кальций является самым трудно усвояемым элементом. И это пятое. Что запишите и запомните. Кальций необходим и нужен. Вот в этом я сразу забегу вперёд и скажу. Парадоксы и противоречия все. Многие. Кальций очень нужен. Только все это понимают по-разному. Врачи примитивные, которые ничего не понимающие, не биохимики, они говорят так. Ну вот для костей кальций нужен. Для скелета особенно для детей растущих. Ну и поэтому молоко, о чём я уже не буду говорить, вот эту глупость. Как раз наоборот не хватит его. Но самый трудно усвояемый элемент. А знаете почему? Кстати, я вот этого не нашёл, по-моему, нигде. Вы меня поправьте, если не так. Дальше я приведу интереснейшие исследования других учёных на эту тему. Кстати, касающиеся и Карла Ричи в том числе. Ну уже другой учёный с ним работал. Я многие вещи вот совокупно коснусь. Но нигде я не слышал про магний. Он может усвоиться только, если есть магний в достаточном количестве. Вот такая вот штука. А теперь вопрос. Где есть кальций и где есть магний? Магний вообще какого цвета микроэлемент? Ну и вернее, где он содержится? Элемент это зелёный цвет. Только в растениях. В больших количествах. И тем более в тех формах, в которых он вообще может усвоиться. Только в растениях. Там и кальций, и магний. Всё в одном флаконе. Интересно, правда? Просто уже пока интересно. Это к вопросу мяса, рыбы, вся эта вот эта глупость абсолютная. Природа-то нам дала многое. Кстати, одна женщина тут тоже вот написала в одном форуме про вот Варбурга и кальций. Что в одной какой-то там священном писании, то ли, то ли где-то у каких-то старцев написано, что Бог типа дал для изучения всё. Под ногами лежит, когда идёшь по тропинке. Да только вот не дал для того, чтобы, ну и так далее, теорию развивают свою. А по сути они правы. И прав Серафим Саровский, который всё это уже давно говорил. Природа нам всё дала, и всё правда под ногами-то лежит. Ну там речь шла на самом деле о поддорожнике, о сныте, лебеде. Ну вот как бы вот. Ладно, это мы потом поговорим. Дальше. Это в истории, как всё это развивалось, как это трансформировалось и к чему сейчас пришло. Итак, значит так. Считай так. Ну даже при самом максимуме. Да, уровень кальция в организме зависит не только от возраста, но и от времени года. А это как раз к тому, что вот Сергей Добраздравин сделал маленький такой анонс, что его очень прям так заинтересовало, поразило, он прям поделится. Хотелось с мыслями из машины вот этот ролик, что в чём же тут ещё один момент, который стоит подметить. Я вот об этом рассказал, ему позвонил, и вот. А вот теперь смотрите. А теперь дальше. Уровень кальция в организме, это уже шестое, что очень важно запомнить, прям пометить. В организме зависит не только от возраста, но и от времени года. И вы знаете, где у обычных людей проверяли? Максимум содержания кальция в крови фиксируется в августе, минимум в феврале-марте. О чём это говорит факт? О том, что люди, обычные мясоеды, обычные люди, все употребляют гораздо в больших количествах зелёные растения в виде салатов, овощи и фрукты в летний период. И к осени фиксируется максимальный показатель, потому что действительно некий дефицит в какой-то мере восполняется. В какой-то мере. Зависит, конечно, как ест, питается человек. Но он пропадает к весне, потому что за зиму, как правило, люди уже мало что едят зелёного, живого, фруктов, овощей. Всё логично. Это ещё один плюс в копилку общей логики биологической, ну то есть законов природы. Дальше. И так дальше. Закисление организма, такой подпункт интересный, введение в проблему. Мы привыкли оценивать пищу, которую съедаем с позиции калорийности. Вот, кстати, очень интересная мысль, да? Содержание белков, углеводов, жиров, витаминов и других веществ. Оказывается, пища обладает ещё одним важным свойством. Она может либо закислять, либо ощелачивать. Вот это надо написать седьмой пункт, если кто-то пишет, помечает, чтобы потом общую логику посмотреть. Но тире поставим, потому что мы это сформулируем сейчас. Американские учёные в начале 19 века сделали фундаментальное открытие, показали, что любой продукт имеет ещё один важный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья. Критическое. Это кислотная нагрузка пищи. А мы потом коснёмся вот про это ещё Агулова. И он молодец, он табличку сделал здесь, по которой можно посмотреть. Ну, не он сделал, собственно, он просто систематизировал. Это понятно, какие продукты окисляют, какие защелачивают. Но вернёмся к главному. Итак, это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щёлочь. Кроме того, они доказали, что хронические заболевания организма являются одной из главных причин вымывания кальция из костной ткани и массового выброса его через почки. И поэтому сразу говорю, почему почки у многих больны. А потому что кто ест мучное, кто ест сахар, кто ест крахмалы, кто ест белки животного происхождения, варёные и жареные, тем более. Все эти продукты очень сильно окисляют, в том числе кровь, вообще среды, все организмы. И что происходит? Тратится гигантское количество кальция. Откуда? Ну, конечно, с пищей эти люди не получают кальция, тем более в той форме, какой нужен. А если и получают, то этот кальций моментально расходуется на кислительно-восстановительную реакцию в сторону защелачивания. Так откуда? А из костной ткани. Вот вам, пожалуйста. Дальше. Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту, серно-содержащие аминокислоты или органические кислоты, жиры, углеводы, в скобках, то кислотная нагрузка имеет положительную величину, окисляется. Если в пище больше компонентов, образующих щелочь, органические соли, калия, магния, то кислотная нагрузка представляет собой отрицательную величину. И вот это очень важный показатель, над которыми стали задумываться ученые. Теперь, о чем я хочу сказать дальше, это так плавно перейдем. Одну секундочку. Одну секунду. Ага. А вот к чему. Говоря о Карле Ричи. Так, у нас есть еще до первого... Сколько времени до перерыва, чтобы просто начать эту тему или дальше? 30 минут точно. О, отлично. Ну, тогда так. Значит, а я также советую эту книгу. Значит, сейчас я вот смотрю сайт, откуда я взял эту информацию, там, типа Кораллового клуба или что-то около того. И вот честно скажу, вот нам с вами, да, в данном вопросе наплевать насчет любых там реклам и прочего. Дело не в этом, а дело вот в чем. Что пишет один интересный ученый? Я буду убирать те вещи, которые он, как бы, ну, рекламирует. Нам важна суть процессов, а не лично Коралловый кальций. Да, это прекрасно, но это одна из... Собственно говоря, это не значит, что все должны китаться, покупать там Коралловый кальций. Другого как будто получения органического кальция в организме нет. Нет, дело не в том. А ученый говорит очень интересные вещи. Итак, эта книга очень интересна. Я советую ее... Она, кстати, переведена на русский язык. По крайней мере, МПЕК-3 записи существует. Но я постараюсь ее выложить на блог, или вы сами найдете. Итак, спрашивают ученого. Я сейчас скажу, какое все, значит. Значит, спрашивают про кислотность организма, про эту проблему. Спрашивают про, что делать, если закислен организм. И вот поддержание организма щелочным является его важнейшей биологической функцией, пишет этот ученый. Если организм не является щелочным, ему очень тяжело усвоить питательные элементы в количестве, достаточным для поддержания оптимального здоровья. И вы только теряете большую часть своих денег, расходуя их на приобретение питательных добавок, так как значительно их часть не усваивается. А, кстати, почему? А вот даже питательные добавки, почти все, ну не все, но почти, они имеют неорганическую форму, недоступную ионную форму. Это неорганические, как правило, минералы, или частично. В общем, усвоить их организм или не может, или с большим трудом. Итак, он пишет. Сейчас все люди по, например, Америке получают те же прекрасные результаты от употребления, скажем так, живого кальция. Давайте послушаем доктора наук Роберта Баррифута, известного химика, обладателя ряда международных патентов, автора книги «Фактор кальция. Научный секрет здоровья и молодости». Так называется книга «Фактор кальция. Научный секрет здоровья и молодости». Послушаем его беседу, химика, по телефону с Бобом Брэмнером, соучредителем, ну не важно, там одной из компаний, да? Итак, мне бы хотелось представить вам Роберта Баррифута. Он является автором книги, он химик, обладатель и так далее. Так, он говорит, воскликнул, господи, наконец-то пришел мой час. Кальций, минерал номер один в человеческом организме, если говорить о количестве. В книге своей «Секрет молодости» мы с моим соавтором, соавтором, а он как раз есть тот ученый, о ком я упоминал выше. Объясняем сотни биохимических причин, сотни. То есть, вот кто возьмет эту книгу, очень многое может уяснить оттуда. Почему кальций настолько важен? И, конечно, когда вы понимаете, насколько важен кальций, какое количество операций он выполняет в человеческом организме, настолько это является решающим для здоровья, тогда вы начинаете понимать, что он является секретом здоровья, секретом молодости. Это очень интересно. А что такое важного делает кальций для нас, кроме того, что он является важнейшим элементом для строительства костей? Говорит тот, кто берет интервью, потому что у всех на слуху именно о кальций, как уже всем известно, это значит строительство скелета. И вроде все, да? А вот как раз химик, специалист, глубокий специалист этой области говорит, все знают, что кальций это кости. Слово кальций произошло от латинского слова sex, известь. Древние римляне видели, что с помощью извести скрепляют все вокруг. То, что в цементе содержится большое количество кальция, знают все, кстати. В цементе большое количество кальция, потому что делают цемент из чего? Из доломита, из висковых отложений юрского периода, мелового периода, да? Теплых морей, когда раковины вот эти форминифоры там откладывались, и образовывался вот этот вот доломит, известняк. Это кальций. Ну, основа там не только кальций, но в основном. Так, это такое пояснение стоящее. Кальций практически является человеческим клеем, который склеивает весь человеческий организм, в кавычках же. По своей биохимической активности он похож на осьминога, в плане присасываются как молекулы друг к другу и образуют структуру. Так, ни один другой йон не способен на такое. Йон в йонной форме. У него именно те размеры, которые позволяют входить в человеческую клетку и выходить из нее с легкостью. И тогда, когда он в нее заходит, он несет с собой целую цепочку питательных элементов, которые он оставляет в клетке и идет за другими. Это похоже на фуникулер питательных элементов. Невозможно описать все то количество процессов, в которых участвует кальций в человеческом организме. Именно поэтому самой большой проблемой для многих ученых является выяснение причины, почему кальций в человеке становится дефицитным материалом. Вот это очень важный момент, можно пометить вот с этим 7 пунктом. Почему же он становится дефицитом? Такой важный элемент, но такой трудно почему-то усваиваемый и трудно получаемый. Другими словами, 50% американцев в возрасте 40 лет уже имеют дефицит кальция. И 90% имеют эту проблему всего лишь к 60 годам. А из этого вытекают колоссальные проблемы. Коснемся сразу потом еще одного вопроса, и что трижды права Виктория Бутенко, которая говорила, что 30% американцев уже имеют рак. Только это очень сильно не афишируется. Вот так. Одним из ключевых соединений кальция в организме является вещество под названием моноортофосфат кальция. Его функция в том, что оно является химическим буфером и постоянно поддерживает PH, водородный показатель крови. Другими словами, не важно, что случится с вашей кровью. То есть, что вы туда вольете. Папсиколу она имеет PH2, там и даже меньше. Потому что в составе папсиколы есть ортофосфорная кислота, которая страшным образом закисляет организм. Так вот, он говорит, другими словами, не важно, что случится с вашей кровью. Ее водородный показатель будет постоянно поддерживаться на уровне 7,45. PH7, 45 сотых. Благодаря этому чудесному элементу, который называется кальций. Даже если вы добавите больше кислоты в свой организм, все равно PH будет удерживаться на уровне 7,45. И без этого вы умрете. Поэтому при поддержании этого процесса, то, что происходит в человеке, можно описать словами. Один отдувается за другого. Что это значит? Только то, что когда вы употребляете недостаточное количество кальция, ваш организм начинает забирать кальция из костей, о чем я говорил. Если этот процесс поддерживается продолжительно, то происходит ослабление человеческого скелета. И человеческие сенсоры показывают, о, у нас есть проблема. Еще немного и мы развалимся. Нужно что-то сделать для укрепления. И человеческий организм начинает откладывать кальций в суставах. Ну как же для укрепления? Доктор в виде это говорит, ерничает. Вот химик. Доктор. Когда пациент к нему приходит, среднестатистический доктор. Да, слишком много кальция. Нужно уменьшить его потребление. И это продолжение цепной реакции по уменьшению содержания кальция в вашем организме. Также благодаря этому процессу, из-за того, что кислотность костей не такая же, как у печени почек, у вас появляются камни в почках и желчном пузыре. Доказано на 100% что камни в почках и желчном пузыре состоят именно из кальция костей, а не из кальция, которая поступает к нам в организм с едой. И причина всему этому одна – нехватка кальция в еде. Противоречия нет. Просто надо задуматься глубоко. Абсолютно верные аксиомы. В питании, которое мы потребляем, даже если мы думаем, что там кальция много, вот как в молоке, например, этот кальций не усвоится. Его не хватит даже для реакции нейтрализации, поскольку в этом продукте могут содержаться вещества, которые будут вызывать такую реакцию в организме, которая будет закислять, и кальций возьмется на ощелачивание. И значит будет дефицит. И в результате пишут, ну совершенно верно, что кальций будет поступать в кровь. В крови ученые, врачи вернее, увидят даже высокое иногда содержание кальция, а кости разрушаются при этом. А потому что из костей вымывается кальций, переносится это все через кровь. Это уникальная соединительная ткань, одна из соединительных тканей нашего организма, которая участвует в обменных процессах. Не только в газообмене, а во всех обменных процессах. Потому что все минералы, питательные вещества, все передается клеткам посредством крови. Сразу вспоминаем, чем чище сосуды, микрососуды, тем, что лучше кислород поступает. И другие терпитальные вещества в клетку, каждую нашу органу, конечно, лучше. Сразу вспоминаем Ота Варбурга, клеточную теорию рака, важность высокого содержания кислорода в тканях, в клетках, что раковые клетки любят низкое содержание кислорода. Так? Вот посмотрите, какая цепочка. Поэтому я просил помечать 1, 2, 3, 4, 5, 7. Дальше. Боб Времен спрашивает. Значит, так, ну, это не важно. Ага. Угу. Итак. Так вот. Все места на Земле, где живут люди более 100 лет, и 50-летние не имеют никаких заболеваний. Все эти места объединяет одно общее. Не одно, конечно, я скажу так. Но тем не менее. Большое потребление кальция. Этот кальций поступает к ним с водой. Вода, которую они пьют, образуется при таянии ледников. Ну, то есть, это горные жители, в основном, некоторых областей. Он имеет в виду, ну, это понятно, в общем-то, кого. Там Японии, там, значит, ну, даже Кавказа, разумеется, Гималаев и так далее. При таянии ледников. Далее эта вода стекает по горам и становится мутной. Люди называют эту воду «молоком гор», в кавычках. Помните, кстати, про молочные реки, кисельные берега? Это не значит, что молоко коров. Кстати, вот просто задумайтесь. Тут называют молоком гор. Что? Почему кальция много? Ну, не молоко. Молоко гор. Как интересно, да? То, что, например, Японии, это похоже на это, пишет он. Да, у них нет гор, но то, что они пьют, вполне можно назвать молоком моря, условно. Потому что кораллы, это, значит, дают тот тип минералов, которые с помощью воды получают народность. Например, кстати, Хунза в Пакистане, он пишет, кстати. Вот это очень интересно. Я помню, я говорил про эту народность, что англичане в 19 веке пришли, когда исследовали, что тогда обнаружили, данные эти чёткие зафиксировали, что 60-170 лет в среднем продолжили жизни тогда было. Но принеся туда все прелести современной медицины, сейчас всего 90-100. И самую главную вещь скрывают, я не помню, было там про это, но, в общем, вот врачи нам, витамин П-17, мощнейший антиоксидант, уникальный витамин П-17. И, кстати, я вот не знаю, сейчас, боюсь, я эту ссылку не найду, но я помню, о чём ещё хотел сказать. То, что очень сильно скрывают про витамин П-17, очень сильно, и про его свойства. Но дело в том, что врачи так вскользь, и это проскальзывало в разных данных, что вот это премия Хунзы, да, Хунзы, они потребляют очень много абрикосов. Особенно любят косточки семян абрикосов, значит, семена вытаскивают. Причём они их не сушат, они же сыроеды, про это тоже, и прямо не говорят. Так вот, там огромное количество витамина П-17, но это ладно. И так люди называют молоком гор. В Японии, на Тибете, в горах Латинской Америки всё понятно. И вот там огромное количество долгожителей, здоровых людей преклона возраста. Логично. Все они потребляют большое количество кальция. Но самая потрясающая вещь во всей этой истории, и почему существует столь документально зафиксированных примеров долгожителей у этих народностей, то, что они не только потребляют кальций, но ещё усваивают его. А вот это восьмой пункт, который я прошу записать, если я со счёта не сбился. Мало того, что потреблять, и какой вид кальция, но надо его усвоить. А он какой пункт, по-моему, шестой трудноусвояемый, самый элемент, да? Про магний я ещё нигде не нашёл, но запомните это, пометьте. Без магния он не усвоится. Поэтому, сравнивая двух людей... Так. Значит так. Кальций очень тяжело усвоить. Когда кальций попадает в наш организм, то наиболее вероятно, что он превратится в фосфат кальция и будет удалён из организма, как шлак. Когда это происходит? Вот он не пишет дальше, но я вам уже говорю. Запомните, вот это фосфат кальция. Вот вы скипятили воду, получите фосфат кальция. Неорганический. Вот вы сварили, сжарили капусту, брокколи, неважно, да, там, или кусок мяса, получите вот такой фиг. То есть, фосфат кальция не усвоится, да? Хоть сколько залейся в нём кальция, но там будет другой эффект страшный. Это уже структура очень жёсткая. И она является каркасом, например, для прилипания на этот каркас в сосудах холестерина. Но про это сегодня тоже будет пару слов. Коралловый кальций или там любой активный ионный кальций находится, да, вот в ионной форме. И его усвоение не требует от вашего желудка, титанических, ну, желудка он назвал вообще пищеварительной системой, никаких титанических усилий для выработки большого количества желудка, правильно? Потому что он говорит соляной кислоты. То есть, не нужно будет соляной кислоты для перевода кальций в ионную форму и последующего усвоения. Потому что усвоиться кальций может только в ионной форме, причём в органической и живой. Тут сразу несколько проблем. Поэтому сравнивая двух людей, один из которых употребляет ионный кальций, а другой, любую другую кальциевую добавку, то для того, кто взял для себя эту кальциевую добавку, особенно если это человек пожилого возраста, необходимо выработать большое количество соляной кислоты только для того, чтобы начать усваивать хоть в какой-то мере кальций. Тот же, кто взял ионную форму, начал усваивать с того момента, когда она попадает к нему в рот. Потому что она имеет такую, о чём было выше сказано, маленькую мелкую структуру, что в клетку входит просто легко, и она активная форма. Другими словами, недостаточно просто усвоить кальций, главное усваивать его. Нет другого вида кальция. Кальций это и есть кальций. Вы можете взять и съесть цемент. И тоже кальций. Но если действительно сравнивать продукты, содержащие кальций, и особенно те, что содержат кальций в виде готовом для усвоения, то есть ионом, то практически нет продуктов, которые мы сможем сравнить с... Но он пишет, ладно, коралловым кальцием, на самом деле, конечно же, есть такие продукты. Это любые зелёные растения. Потому что тут была... Он сказал правду, но он должен говорить о продукте, который, так сказать, рекламируют. Здесь же полная аналогия. Любой в ённой форме кальций и магний содержится в зелёных растениях. Дальше. Ну, здорово. В вашей книге вы говорите о том, как влияет недостаток кальция на здоровье, вернее, на его ухудшение, и о болезнях, которые вызывают недостаток кальция. Почему же мы не говорим о связи между раком и дефицитом кальция? И тут говорит Боб, значит, Барри Фуд. Ну что ж, в этом случае мне бы хотелось попасть в 1909 год. Мы выше этого коснулись, а тут более подробно. В Пенсильванский университет. Что делали хирурги в то время? Более просто подробно говорим. И уже в связи с тем, что вы прослушали до этого важные пункты. На другом уровне можно уже будет понять. На основании того, что написано в литературе про хирургии рака, они ставили пиявку, а раньше это было просто в пособиях, в учебниках, как естество. Когда, знаете, по-моему, профессор Червонская, которую, наверное, многие слышали, я уж извините, отступлю, очень важный момент, который бьет тревогу о вот этих поголовной вакцинации детей, об этих страшных вакцинах, основанных на страшных канцерогенных веществах, которые вводят сразу по многу бедным детям. Она говорила, по-моему, она, о такой вещи, ведь ее отец был тоже еще старым таким дореволюционным профессором, прекрасным врачом, доктором, вернее, правильно сказать, он описывал или она, ну, неважно суть, что ведь еще даже до войны, чуть позже, еще чуть в 50-е годы, многие врачи знали, например, такой хороший метод, когда они брали кровь из вены человека и обкалывали, например, опухоль. И вы знаете, что происходило тоже уменьшение растворения, то есть некие подобие аутолиза, таком, самопереваривание, потому что гематома предполагает мобилизацию организма на выведение, на растворение белков. Ну, то есть были такие методы, то есть очень многое дореволюции, на самом деле, и после еще по инерции, потому что были те живые люди, профессора старые, это знали. Так вот, поэтому раньше-то это не было удивлением, это сейчас удивление становится. Итак, хочу вернуться в 1909 год, в пенсиональный секретарь, что делали хирурги в то время. На основании того, значит, что написано в литературе по хирургии рака, они ставили пиявку на раковую опухоль, и в течение 20 минут опухоль уменьшалась в 4 раза. После того, как отрезали опухоль, накладывали тампон с коустиком на рану, то есть коустической соды с щелочью, разрез через 20 минут после этого зашивали, и не было ни рецидива, ни методства. Сегодня более 90% людей после операции по удалению раковой опухоли имеют шанс на то, что развитие рака не остановится, разумеется, а напротив будет продолжаться. Но сегодня не используют коустик. Запретили. Человек по имени Отто Варбург, пишет ученый, химик, оказался настолько увлеченным изучением этого процесса, что он потратил 24 года своей жизни на его изучение. И в 32-м году получил Нобелевскую премию по хирургии, только все-таки 31-го, по-моему, за то, что он доказал, что процесс рака является анаэробным. То есть анаэробным – это бескислородным. Это означает то, что когда вы прекращаете доступ к кислороду, вы стимулируете развитие рака. А прекращение доступа к кислороду делает жидкости в человеческом организме кислотными. Так, вот он как бы замкнулся круг, и появилось вот глубокое все-таки уже понимание. И так дальше. И так он получил Нобелевскую премию. За это и в 67-м году, перед своей смертью, он работал вместе с моим соавтором вот этой книги, доктором Карлом Ричем, над исследованием возможности предупреждения рака с помощью кальция. Дело в том, что в конце 40-х годов доктор Карл Рич обнаружил, что большое количество его пациентов, имеющих артриты и другие серьезные заболевания, страдают от дефицита кальция. Он давал им самые разнообразные виды кальция, витамины для того, чтобы улучшить усвоенность кальция, и им становилось лучше. Кстати, про магний почему-то никто не говорит. Пациенты приезжали к нему в креслах на колясках, а через несколько месяцев они по 9 часов играли в гольф. Вроде бы чудеса, нет. Пациенты приезжали... Так, когда я с ним встретился в 80-х годах, он пришел ко мне с пачкой описаний вскрытий. Он, врач, пришел ко мне, химику, потому что моей специализацией был биологический кальций. Кстати, как хорошо сказать, биологический кальций. Не кальций вообще. Кальций, кальцию и рознь, как вы уже, наверное, теперь поняли, и сами сможете объяснить многое врачам, да? Кальций. И как зомби. Кальций. Это не волшебное слово, кальций. Биологический кальций. И вот этот человек, он химик, специалист по биологическому кальцию. Я хорошо знал химию кальция. Вот что мне сказал. Я не знаю, что происходит. Я прошу вас прочесть эти пять результатов вскрытия, которые я принес. Я прочитал то, что он мне дал. В этих пяти результатах вскрытия не было ни малейшей намека на рак. Ну и что? Спросил я. А то, что у меня в руках их истории болезни, продолжал доктор Рич. Рич. Все эти люди были больны раком в заключительной стадии. В связи с тем, что все они имели недостаток кальция, я боролся именно с этой проблемой. Они перестали иметь дефицит кальция в организме и каким-то образом они уничтожили свой рак. Так устроено, что кальций является единственным элементом, который делает ваш организм немного щелочным. Есть еще микроэлементы, разумеется, натрий, калий есть, которые тоже ощелачивают, но ни в какой мере не сравнится это с кальцием. С органическим ионным кальцием. Но не с фосфатом кальцием, да? Это происходит благодаря моноортофосфату кальция, как раз вот этому иону. Именно поэтому кальций настолько важен для нас, ибо только он снижает кислотность. Только кальций снижает кислотность. С помощью кальция вы нейтрализуете кислоту, и в такой среде рак не может выжить. Каждый ученый, который занимается вопросами рака, знает, что рак не живет в щелочной среде. И как раз, знаете, я просто сейчас тоже вспомнил и скажу вам еще про одного человека. Это Торсунов. Да, тот самый Торсунов, которого я, ну, не безосновательно, да, я полагаю, и вы со мной согласитесь, критиковал. Но именно по вопросу молока и молочных продуктов, где заканчивается с его уст логика и знания биохимии, а начинается ничем не обоснованная под собой эзотерика и просто вера, значит, как в священную корову, в священное молоко священной коровы, да? Так вот, но в этом-то он прав, а он, знаете, что говорил? Говорит. Он говорит, что закисление, рак. Человек ест мясо, нормальные врачи даже операцию делать не будут, потому что все равно он обречен, если он продолжает питаться мясом. Молодец, он абсолютно... Если человек говорит верно, если это легко понять и проверить, что можно тут сказать? Только руку пожать можно. И так дальше. Если вы возьмете раковую опухоль и поместите ее в щелочный раствор, то через 3 часа раковая опухоль будет мертва. Очень... ну, это, опять-таки, очень высокая щелочь. Щелочь, конечно, в организме такой невозможно, но, тем не менее, это факт. Просто происходит медленнее, если среда у нас все-таки щелочная. 7,45, 7,4, 7,2, смотря какие среды в организме. Про кровь уже было сказано. Это... там недопустимы десятые доли расхождения этого показателя. Просто недопустимы. Это и есть гомеостаз понятия. То есть, постоянство внутренних сред организма. Очень важная деталь, которую совершенно необходимо добавить. Здоровые клетки будут великолепно себя чувствовать в щелочной среде, потому, что в щелочной среде есть кислород. Номер 9, да, по-моему. В щелочной среде есть кислород. Если среда щелочная, там много кислорода. И в клеточку, в каждую поступает кислород. И он участвует. Застойных процессов. А наэробных процессов не будет. Вот почему щелочь. Вот почему содержание кислорода так связано между собой. А что щелочь, главное какая? Это кальций, ионный, органический, водорастворимый. Все синонимы. Понимаете, в чем дело? Дальше. Посмотрите, что происходит, когда у вас слегка кислотная среда. То вы усваиваете очень немного кислорода. А когда у вас слегка щелочная среда, то вы будете усваивать кислород в 10-20 раз больше. Это колоссальные, ну, сопоставимые, можно сказать, понятно в какой мере понятия и к чему они, о чем они говорят. Человеческий организм должен быть щелочным. А кальций является ключевым элементом, позволяющим поддерживать эту щелочность. Что здесь является самым важным? Так это то, что кальций является королем биоэлементов. Вот это, пожалуй, заключение девятого пункта, может быть. Кальций – король биоэлементов. Ни один другой элемент нанесет так много функций. И, наверное, именно поэтому Бог создал кальций главным элементом человеческого организма. Ну, это, в принципе, прав по сути. Ну, пишет, значит, ему, кто берет интервью, спрашивает. Это невероятно. Но вы в своей книге говорите также и о сердечных заболеваниях. И насколько сердечные заболевания зависят от дефицита кальция. Да, я хочу спросить всех слушателей сейчас. Если холестерин такой плохой, то почему не спросить своих докторов? Почему у меня не появляются проблемы с моими венами? Ведь это тоже мое сердце, то же тело, та же кровь, тот же холестерин. Почему только мои артерии страдают от бляшек? Да, правда, интересно. И если ваш доктор сможет ответить вам, то сразу станет ясно, что не холестерин, сам по себе, является реальным виновником. Артерия и вена имеют отличие в следующем. У артерии есть дополнительная мышечная оболочка. У артерий, в отличие от вен. Понимаете, да, в чем разница? Артерия несет артерии, богатую кислородом, кровь ко всем тканям, к мозгу, ко всем тканям нашего организма, забирается. Это большой малый круг кровообращения, кто изучал, прекрасно понимает. И уже венозная, она более, ну скажем, артериальная кровь, насыщенная кислородом, более алая, красная, а венозная более темная. Она бедная кислородом. И вот артерии, у них, он абсолютно прав, кстати, это очень важный момент. У артерии есть дополнительная мышечная оболочка для придания крови давления достаточного, чтобы дойти до отдаленных частей тела. То есть, не только сердце является насосом, это, конечно, главная помпа, мотор. Но капиллярное кровообращение не было бы так эффективным, оно бы вообще не могло существовать, если бы не было дополнительной мышечной оболочки вокруг артерий. Потому что, ну, настолько кровеносная система, сеть сложна и продолжительна, велика, что, безусловно, только это обуславливает, что кислород доходит до каждой клеточки. Итак, по степени уязвимости к кислоте в нашем организме на первом месте находятся мышечные ткани. Мышечные, а знаете почему? Очень просто. Потому что в мышцах больше всего митохондрий, о чём я говорил вначале, значит, процессы, и значит, АТФ больше всего. А это что значит? Окисление и распад глюкозы происходит именно там. И высвобождается огромное количество энергии. Но почему мышечные ткани? Очень просто. Потому что мышцы сгибаются, разгибаются, на них тратится самое большое, на наши движения, передвижения, нагрузки физические, самое большое количество энергии. Понятно почему? Вот именно так. Вы знаете, как болят после тяжёлой физической работы или спортивных занятий мышцы? Это означает, что цикл Крепса не имеет достаточного количества энергии, и тогда одна молекула глюкозы распадается на две части, что приводит к образованию двух молекул молочной кислоты. А именно она является причиной образования дырочек у вас в мышцах. Теперь рассмотрим, что происходит с людьми, когда у них появляется дефицит кальция. Это означает, что они теперь полны молочной кислоты, что именно она проедает отверстия в стенках артерии. Кстати, эти обследования стоит сделать на наличие молочной кислоты. Сразу скажу, что её огромное количество у тех, кто ест мясо, разумеется, и тут нет никакого удивления. Молочные продукты, сыры, всякие вот эти вот и прочее. Что вполне понятно исходят из, собственно, биохимии, законов природы, естественно, поскольку это наше невидовое питание, и оно причиняет нам логичное следствие извращения законов природы, а именно болезни. Так, ну если появляются дыры в артериях, то вы умрёте. Организм просто ставит пластырь из липопротеидов, да? То есть, ну на самом деле это тромбин, протромбин – это белки. Ну вот у нас есть эритроциты, лейкоциты, есть ещё тромбоциты. Такие белки, которые как бы залепливают, ну, смесь липидов, жиров и белков низкой плотности, которые и заклеивают постоянно образующиеся дырочки в артериях. В скобках он пишет. То есть, холестерина, чтобы предотвращать кровопотери, кровотечение. Самое интересное, считается, что виновником является холестерин. Так считать, значит, необходимо обвинять пожарных в том, что от воды, которой они заливают огонь, страдают мебель и другое имущество. То есть, это по необходимости произошло, организм вынужден это сделать. Но сразу скажу, об этом просто тут не сказано. А если кальций В неорганический, если он не может усвоиться, но он жёсткую имеет конструкцию, если он прикрепляется, если он попадает на стенку артерии, вот в эти самые, скажем, дырки проделанные, что очень часто бывает, что его в крови количество высокое, такое может быть кальция, то тогда на этот каркас прикрепляется вот этот холестерин, который, в принципе, не является вредным сам по себе, что права и Марва Выгоршаковна, да? Но что происходит? Образование атеросклеротических вот этих бляжек. Ну, во-первых, и холестерин есть условно плохой, условно хороший. Но дело не в этом. Вот эта структура уже в любом случае вредна, потому что на неё, на этот нарост, цепляется другой холестерин и могут образоваться большие бляжки, а тем самым сузить просвет в артериях. Тем самым увеличивается давление, ну, любой сантехник, это знает, либо просто человек, который имеет общее представление о какой-то механике, просвет меньше, давление тоже, оно как бы увеличивается, потому что просвет сужается, и нагрузка на выше лежащие, так сказать, участки кровоснабжения артерий увеличивается, а дальнейшие слои после этого кляпа, после этого сгустка, да, крови просто не хватает. Видите, какая проблема? Так, значит, и пишет дальше учёный химик. Виновником является огонь. Ну, в данном случае про пожарных. Так и в нашем случае. Реальным виновником является кислота. И причина её появления – дефицит минералов. Вот то, о чём я всегда говорю, что для организма человека не какие-то белки пресловутые, всё это глупости. А именно минералы и микроэлементы являются незаменимыми компонентами. Поэтому тогда, когда доктор Рич лечил своих больных от дефицита кальция, это также автоматически распространялось на предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, ну, то есть, практически на все болезни, по большому счёту. В организме ведь всё взаимосвязано. Да, это очень важно, говорит тот, кто берёт интервью. Вы знаете, что сердечное заболевание и рак являются убийцами номер один и два. Ну, в нашей стране, он пишет о мире, в любой стране практически сейчас, ну, развитой, в любых развитых странах. Да, и вы знаете, что ещё интересного в этом процессе. Когда доктор изучал анализ крови, то видит, там большое количество кальция. И дальше он говорит, обычный доктор смотрит анализ, там большое количество кальция. И доктор обычно говорит, в крови находится очень много кальция, необходимо снизить его потребление. Причиной того, что кальций находится в крови, является то, что кровь переносит кальций из одного места в другое. И только в этом дело кровь ведь является, как я уже говорил, соединительной тканью. Так как кальция везде не хватает поэтому, и не хватает потому, что его мало в тонком кишечнике. Если вы потребляете достаточное количество кальций, то тогда он не будет находиться в крови. То есть сразу же уменьшается количество до определенной нормы, условно обозначенной в таблицах, снижается. То есть, а когда его не хватает в тканях, скелет разрушается, кальций вымывается в кровь, поступает. И в крови возрастает количество кальций. Доктор говорит, о, не понимает процесс биохимии. Он говорит, много кальция, не нужно больше кальций потреблять. И пациенту совсем плохо начинается. Что же вы должны делать, когда в анализы крови обнаруживается кальций? Итак, кальций, который там обнаружен, это кальций из ваших клеток и костей. И появляется он в результате того, что в вашем тонком кишечнике его недостаточно. Потому что в тонком кишечнике все с пищей должно всасываться. В том числе и кальций. Элементарно он всасывается первым делом. Он очень активный элемент ионы кальция органического. Поэтому вы должны, если в крови появляется кальций, ну, излишне имеется в виду количество, что врачи боятся, когда... Если это происходит. Прекратить потребление молочных продуктов. Понимаете? Умница. Это выдающийся ученый-химик, который понимает, что он говорит. И поэтому вот я вот как бы попросил. Ну, три статьи я уже написал про молоко-молочные продукты. Ну, Вальтер Вайт, ученый-профессор немец, у которого ЮАР, клиника своя, он, ну, уж все про это рассказал досконально. Вот выдающийся химик говорит. Просто к слову говорит о молоке, не специально. Он просто показывает, что происходит, когда тонкий... Ну, может быть, я поэтому прошу тех, кто будет вас доставать с этой глупостью в очередной раз. Какой-нибудь врач там, не понимающий ничего, да? От слова врач, а не доктор настоящий, да? Понимающий. А вы, ну, попытайтесь вот эту дать информацию, чтобы он, так сказать, свою гордость или гордыню, ну, превозмог и все-таки прочел, прослушал. И тогда, может быть, он будет эффективнее лечить своих пациентов. Я этого очень хочу. Дальше. Что же касается... Так, ну, кораллового кальция упустим, это не важно. Знаете ли вы, что человек в возрасте 60 лет может производить только 25% того количества кислоты, которую он производил в возрасте 20 лет? Ну, имеется в виду желудочный сок. А человеку в возрасте 60 требуется много кальция. Тогда как, да, 20-летний принимает кальциевые добавки, то в его желудке вырабатывается достаточное количество соляной кислоты, то есть желудочного сока, для того, чтобы усвоить этот кальций. Но тогда же эти добавки принимает человек в возрасте 60, то у него просто не для количества кислоты, чтобы усвоить кальций, и он просто удаляется из организма. Но это такое не сильно важное отступление. Тут была еще одна очень важная тема, я сейчас постараюсь ее озвучить. Так, упустим про кораллы. Мы ее можем после перерыва найти уже. Да? А уже, так сказать, это, да? Да, в принципе, уже можно сделать полтора часа. Так, ну, основное действительно сказали, а я тут еще продолжу, и мы перейдем, ну, может быть, не только к вопросам, я еще тут коснусь этой темы, но тем не менее, вот основную логику я все это объяснил. И ответил и человеку, и десяткам другим, кто пишет вот насчет кислотности, щелочности, кальция, какой кальций, что причина, посмотрите, про рак и прав Варбург. Естественно, прав, как тут можно сказать. А не важно, трихомонады ли являются или нет, факт-то остается фактом. Процессы, которые происходят при этом, понимаете? Причина – хорошо, но мы, если вот процесс понимаем, мы можем изменить этот процесс. А от каких минералов, микроэлементов, атомов, кислорода и так далее, это зависит, мы уже понимаем. И дальше я продолжу тему по раку. Так, что там пишут? Сделаем перерыв, да? Да, сделаем сейчас небольшой перерыв, потому что я просто знаю, что многие вебинары бывают интересные настолько, что уже нам прям в чате пишут. Ребята, хочу в туалет, пожалуйста, отпустите, давайте сделаем небольшой перерыв. Давайте мы сейчас сделаем перерыв минут на 10, мы тоже попьём водички. Пожалуйста, не отключайтесь, потому что если вы отключитесь, вы обратно больше не войдёте. Сейчас у нас в чате 300 человек, и 50 человек ещё ждут в комнате своей очереди. Вдруг кого-нибудь выбросит там, или ещё что-нибудь, у кого-нибудь интернет-глюкинг, кто-нибудь выйдет, и они войдут. Поэтому я вам выходить не рекомендую. Ну что, интересно? Поставьте плюсики, если вам интересно. Очки у меня в машине остались. Так, ну молодцы, молодцы. Ну что ж, пока вы будете тогда отдыхать, и пока у нас будет перерывчик небольшой, я хочу вам сделать такой небольшой презент. Ну, те, кто у нас постоянно участвует в наших вебинарах, знают, что на всех наших вебинарах мы делаем какой-нибудь такой, как это сказать, какой-нибудь пряник дарим сыроедный нашим всем участникам. Вот сегодня у нас этот пряник будет такой. Несколько месяцев назад, в марте, у нас прошёл большой 21-дневный интернет-марафон «Сроедня от Адая», на котором выступали все абсолютно звёзды «Сроедня», которые говорят на русском языке. И в том числе Юрий Андреевич там, естественно, присутствовал, Марва Горшакова-Наганян, Виктория Бутенко, Павел Себастьянович, моё выступление было. В общем, все-все-все. И, естественно, этот марафон записывался. Многие даже знают, что недавно совершенно у нас проходила акция по запуску этого марафона в продажу. Продажи длились всего два дня, и после этого они были закрыты. Вот сегодня для вас мы открываем эти продажи и делаем на эту запись 50-процентную скидку. Вот ссылка на страничку, которая была сделана специально для участников сегодняшнего вебинара. Переходите по этой ссылке, читайте подробнее, что за марафон, что за записи, какие были темы, какие у нас на марафоне были спикеры, какие есть варианты оплаты, какие есть версии. Здесь есть три версии. Одна версия Lite включает в себя только аудиозаписи. Версия Standard включает в себя аудиозаписи, видеозаписи и рабочие материалы. И версия VIP включает в себя аудиозаписи, видеозаписи, рабочие материалы этого марафона. И еще такие же материалы предыдущего марафона, который прошел осенью. То есть это два марафона в одном. Так что переходите, смотрите, знакомьтесь. Это действует у нас только три дня. Сегодня, завтра и послезавтра. Специально для вас. Ну, а мы пока ненадолго удаляемся. И вернемся к вам минут через десять. Так, я сейчас просто очень интересную вещь подняла вот эта женщина. И я бы очень хотел вот эту дать все-таки ссылочку, чтобы люди потом посмотрели. Я потом у себя тоже более подробно освещу, но так. Спасибо. Спасибо.